Я надеюсь, готовы начать наш рейтинг. Я хочу поприветствовать всех друзей Дома энцефарной книги с Никитиком, отца Михайла Ардова, большое семейство Ардовых, которые сочли возможным комплективом, Николая Васильевича Шутова, библиофила Страстного, мецената и основатель Дома Никитского. Слово хочу предоставить отцу Михаилу. Я долго-долго, много лет мечтал о чем-то подобном, когда мы будем нечто музееподобное, или просто музей открыть, потому что дом моих родителей, он, конечно, непростой, и самое главное, что это был московский дом Ахматовой, безусловно. Бывало, что когда для нее было тесновато, и она к кому-то из друзей переезжала, но по большей части она жила там у нас на Ожинке, потому что самой близкой ее подругой была моя мать. И ей было всегда по этой причине там уютно. Я вам хочу сказать несколько слов об истории, вообще истории. Я бы так сказал, что это, да, мало того, еще было другое название, легендарная Ординка. Так написал какой-то журналист иностранный, который встречался с Ахматовой в этом доме на Ординке. Вот, и в результате как-то это превратилось в имя собственное, и так вот эта легендарная Ординка. Так вот, легендарная Ординка, сейчас очень кратко я скажу, началась совсем не на Ординке, а в Нащетинском переулке, где у моих родителей была первая квартира в писательском, ныне увы, снесенном доме. Там жил Михаил Афанович Булгаков, и там жил Осип Ильевич Мандельштам. А Мандельштам жил в том же подъезде, что и мои родители. И завязалась некоторая дружба. При этом Мандельштамы жили на пятом этаже, а мои родители на первом. А к ним приезжала Ахматова, и там останавливалась. А однажды Ахматова приехала с сыном Львом Николаевичем, а там уже места как бы для двоих постояльцев не было. И тогда Мандельштамы попросили, чтобы мои родители перелечили Льва Николаевича. После этого, видно, Лев Николаевич что-то ей рассказал. В общем, в результате был такой момент, когда приехала сама Ахматова, и Мандельштамы не смогли ей предоставить место. И тогда Осип Ильевич попросил моих родителей, чтобы они приютили в этот раз Ахматова. И вот там первое время они изнемогали от почтительности, и, так сказать, все было так серьезно, и все. А мой отец, он был живой и веселый человек, ему такая атмосфера никак не подходила. И вот на какой-то там третий или четвертый день родители мои куда-то уходили, Ахматова сказала, я посижу дома, я хочу поработать. И мой отец, прямо зажмурившись от страсти, от страха, сказал, слава рифм вот на этой полке. И она громко расхохоталась, и так Лев Тору все расстал. И дальше это уже, так сказать, при этом у нее было замечательное тоже чувство юмора. Они шутили, вот, например, вот такая сценка, как они шутили. Вот, когда-то Корней Иванович Чуковский написал такую сомнительную статью в 20-х годах. «Две России», где он писал, что Маяковский – это новая Россия, а Ахматова – это старая Россия. Вот, и Ахматова иногда говорила, что Корней сделал меня ответственной за всю историю России старой. На что мой отец ей сказал однажды, «Как хотите, но Бирона и Распутина я вам никогда не прощу». Вот, был такой значительный. Потом, после Начекинского переулка, был Лаврушинский переулок. И вот меня в 1937 году из родильного дома перепривезли именно туда. Там я недавно обнаружил запись у Ильфа. А запись такая, что моя мама по возрасту могла годиться Ахматовой в дочери. Действительно. Одна родилась в 89-м году, а другая в 908-м. И вот Ильф записал, что он, видно, зашел туда, в квартиру к моим родителям. Он говорит, «Я посмотрел и подумал, какая строгая у Виктора теща». А это была Ахматова. Вот, значит. А потом уже, поскольку было тесновато, то мой отец обменял эту Лаврушинскую квартиру на квартиру номер 13, по одынке, дом 17. Вот, значит, такая предыстория. Ну, а затем она с 38-го года жила, ну, во время войны, когда была эвакуация, конечно, нет, но и после войны сразу же все. И как тут, изредка, правда, она не могла там находиться, она жила в комнате, где, в которой обычно после войны жил мой старший единоутробный брат Алексей Баталов. И называлась она «Алешина комната». Это было 4 на 4. Вот вы сегодня посмотрите, там стол стоял, стул, и был матрас, как тахта, и маленькая тумбочка у изголовья. Все, больше ничего не было. Но именно в той комнате вот познавали Светаева и Ахматова. Они два раза встречаются, один раз там, а другой раз у Николая Ивановича Харжи. Вот. Ну, вот это, значит, я вам хотел сказать предварительно. Потом, может быть, какие-то что-нибудь еще придется добавить. Вот, да, теперь я скажу, что мы с Баталовым очень долго, давно хотели превратить эту квартиру в музей. Но ничего не получалось. Мы писали письма сначала у Школы, потом уже даже Собянину, но нам никогда никто ничего на эту тему не ответил. Вот. И вот, слава тебе Господи, появился меценат, благодетель, присутствующий здесь, вот, которым принадлежит этот дом, который решился приютить этот музейчик здесь. И здесь, кстати, сказать удобнее, потому что там квартира совсем маленькая, вот такое количество людей туда нельзя было бы никак привезти, потому что, ну, там, ну, 20 человек. А здесь вот есть этот зал, мемориальные вещи, там еще кое-что я привезу, находится, вы потом зайдете и посмотрите. Вот, действительно, я вообще, у меня нет особенно состоятельных людей, знакомых, но, вот, Николай Васильевич Шутов для меня в некотором роде феномен, он, будучи человеком весьма состоятельным, еще и очень интеллигент. Что, как мы понимаем, не всегда попадает. Вот, кто взял. что-то сказать, но только, чтобы не затягивать, естественно. Три стихотворения из северных элит. в том доме было очень страшно жить. И не камина, свет патриархальный, не колыбелька моего ребенка, не то, что оба мы молоды были и замыслов исполнены, не уменьшало это чувство страха. И я над ним смеяться научилась и оставляла капельки вина и крошки хлеба для того, кто ночью с собакой царапался у двери или в низкое заглядывало конца, в то время, как мы, замолчав, старались не видеть, что творится в зазерканье. Под чьими тяжеленными шагами стонали темные лестницы ступени, как о пощаде жалобно моля. И говорил ты, странно улыбаясь, кого они по лестнице несут. Теперь ты там, где знают все. скажи, что в нашем доме жило кроме нас? И никакого розового детства, веснушечек, и мишек, и игрушек, и добрых тет, и страшных дядь, и даже приятелей средь камешков речных. Себе самой я с самого начала то чьим-то сном казалось или бредом, или отражением в зеркале чужом, без имени, без плоти, без причины. Уже я знала список преступлений, которые должна я совершить. И вот я лунатически ступая, вступила в жизнь и испугала жизнь. Она передо мной слалась лугом, где некогда гуляла прозерпина. Передо мной безродной, неумелой открылись неожиданные двери и выходили люди и кричали «Она пришла! Она пришла сама!» А я на них смотрела с удивлением и думала «Они с ума сошли!» И чем сильнее они меня хвалили, чем мной сильнее люди восхищались, тем мне страшнее было в мире жить и тем сильнее хотелось пробудиться. И знала я, что заплачу старицей в тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме, везде, где просыпаться суждено таким, как я. но длилась пытка счастья. Меня как реку жестокая эпоха повернула, мне подменили жизнь в другое русло, мимо другого потекла одна, и я своих не знаю берегов, поскольку же я зрелищ пропустила, и занавес вздымался без меня и так же падал, сколько я друзей своих ни разу в жизни не встречала, и сколько очертаний городов из глаз моих могли бы вызвать слезы, а я один на свете город знаю и ощупью его во сне найду, сколько я стихов не написала, и тайный хор их бродит вокруг меня, и может быть еще когда-нибудь меня задушит, мне ведомо начало и концы, и жизнь после конца, и что-то, о чем теперь я лучше промолчу, и женщина какая-то мое единственное место заняла, мое законнейшее имя носит, оставивши мне кличку, из которой я сделала пожалуй все, что можно, я не в свою, увы, могилу лягу, но иногда весенний свежий ветер, и сочетание книг, букв случайной книги, вдруг потянут у меня в несостоявшуюся жизнь в таком году произошло бы то, а в этом это ездить, видеть, думать и вспоминать и в новую любовь входить как в зеркало с тупым сознанием измены еще вчера не бывшая морщинка, но если бы оттуда посмотрела я на свою теперешнюю жизнь, узнала бы я зависть наконец. Все. Который этим проектом непосредственно занимается, сейчас он нам скажет уже несколько слов. Если кто-то хочет что-то сказать, то тоже заяви. перед вам отвечу гостю, который хочет сказать действительно несколько слов, должен был выступить поэт Евгений Раин. Отец Михал, озвучите, пожалуйста. Сейчас выскажите несколько поэт я сейчас включу, я телефон отключу, сейчас я не готовлюсь, а потом просто скажу. Я хочу рассказать о тех словах, которые вызвали к жизни этот проект. Проект волшебный, проект необыкновенный, проект полный всяческих чудес, в чем я сейчас вас попробую убедить. То, что сегодня произошло, это настоящее чудо. Ведь вначале никто не предполагал на самом деле организовывать при аукционном доме в Никитском мемориального музея, а точнее давайте назовем его так и будем называть впредь мемориальное пространство Московский дом Ахматовый, поскольку это скорее всего именно музеологически точно отражает суть того музейного события, которое произошло и происходит точнее сегодня на ваших глазах. Началось все с того, что отец Михаил пришел Николаю Васильевичу Шутову, любителем русской литературы, меценату, все совершенно верно, и попросил отреставрировать несколько предметов из интерьера Ахматовского дома. Рид шла о паре кресел и диване всего-навсего, но какой диван, его величество диван, углы этого дивана всегда в правом углу, как вспоминает отец Михаил, сидела она Андреевна Ахматова, принимала друзей, обедала, завтракала. Пара кресел, в одном из этих кресел сидел Борис Леонидович Пастернак и привставая читал стихотворение из доктора Живага. И маленький резной столик, я ее неправильно называл, я называл ее детская, на самом деле это называется Алешина с большого буквы комната, в которой жил Алексей Баталов, когда она Андреевна Ахматова приезжала на Ордынку, эту комнату для Ахматовой освобождали, она сидела и работала за этим резным столом. Этот стол, его, наверное, надо произносить с большой буквы, чего он только не помнит. За этим столом она, Андреевна Ахматова, составляла свои маленькие записные книжечки, я не знаю, видел ли кто-нибудь из вас их, я видел, могу сказать, что это было такое. Она сама сшивала записные книжки, и в этих книжках были не только дневниковые памятные записи, видели ведь, да, Николай Васильевич? В этих книжках шла постоянная такая работа, это были книжечки «Кухня поэтессы», потому что вы же знаете прекрасно, что с 46-го года Ахматова не печатали, она занималась только переводами, и именно за этим столом из Алешиной комнаты были составлены переводы сначала из корейского, потом из еврейских поэтов, потом из татарских поэтов, и этим жила она, Андреевна Ахматова, наверное, 16 или 17 лет. Каких ей давали, тех она и переводила. Кого давали, того и переводила. Кстати говоря, когда она очень дружила с поэтом Арсимовом Александровичем Тарковским, которого мы с отцом Михаилом тоже очень любим. И вот отец Михаил мне рассказывал о ее реакции на стихотворение Тарковского, восточные переводы, как болит от вас голова. Все вы знаете прекрасно эти стихи, как Ахматовы они близки были, как они Ахматовой понравились. И второй стол, который появился тоже в нашем интерьере. Да, значит, я начал с того, что предложено было отреставрировать несколько предметов. И главное, что когда эти предметы встретились в нашем небольшом зале в Никитском, таково было притяжение предметов, что они, отец Михаилович, именно так, они сами собой сложились в образ ордынского интерьера. С одной стороны, Алешина комната, с другой стороны, гостиная. И все завершилось, наверное, вчера, когда в гостиной перед диваном появился стол, покрытый такой скатертью с изображением тюльпанов. Тот стол, которому Ахматова посвятила стихотворение «Из-под пестрой скатерти не видать стола я стихам не матерью». Мачехой была. Действительно, сложился образ ордынского интерьера. Я думаю, правильно называть это мемориальное пространство Московский дом Ахматовой на Ордынке или Московский дом Ахматовой. Ведь речь-то по большому счету в конце концов идет не только об Ане Андреевне Ахматовой, хотя она, пожалуй, самый крупный поэт этого круга или самый крупный человек, чья жизнь протекала на Ордынке. Ведь этот дом связан еще и с Пастернаком. Этот дом связан, и эта гостиная связана с Зощенко, с Аркадием Райкиным, с Шостаковичем, да кого там только не было. Бродским, Бродским, Рейном и так далее. Это такая настоящая плеяда русской культуры 20 века. Мы сегодня с отцом Михаилом говорили о посвящениях Ане Ахматовой. Вы знаете, я посмотрел и оказалось, что Ахматовой русские поэты от Б. Блока до Б. Бобышева и Бродского посвятили больше сотни стихотворений. Представляете, какую антологию можно было бы создать посвящение Ахматовой. Мы с отцом Михаилом думали, что стоит такую антологию сделать. Мне кажется, что та небольшая экспозиция, которую вам сейчас предстоит увидеть, это тоже посвящение Ахматовой. Но перед этим мне хочется вспомнить еще одно посвящение Ахматовой, с которым связана замечательная история. Тот же Арсений Александрович Тарковский однажды прочитал Ахматовой стихотворение, которое называется «Рукопись». Ахматова потом долго молчала, ходила по комнате и произносила строчку из этого стихотворения. Душа моя меняла судьба... Скорела. Душа моя меняла оболочку, когда судьба скорела между строк. Она повторяла эти строчки и потом сказала, ты знаешь, Арсений, это стихотворение должна была написать я. Но ты она не была судьба. Так записано. Я кончил книгу и поставил точку. И рукопись перечитать не мог. Судьба моя сгорела между строк, пока душа меняла оболочку. Так блудный сын сдирает с плеч сорочку. Так соль морей и пыль земных дорог благословляет и клянет пророк на ангелов, ходивший в одиночку. Я тот, кто жил во времена мои, но не был многих. Я младший из семьи людей и птиц. Я пел со всеми вместе и не покину пиршество живых. Прямой наследник их гербовной чести, прямой словарь их связей корневых. Давайте представим, что над этой дверью тоже начертано посвящается Анне Андреевне Ахматовой. Прошу вас, отец Михаил Николай Васильевич. Я заканчиваю. Вы с одной стороны. Вы с одной стороны. Держите. Да, да, да. Что, не веришь, что ли? Можем сукрям и скрям нет, нет, разрешите. Дракония Павлович. Спасибо. Это сюда же, но поднес. цвет. Этот мартфей должен стать с другой стороны, да? Да, да. как сидела Анна Андреевна. Вот сюда. Здравствуйте. 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 все очевидно. Алешина комната, гостиная. Но вы знаете, тут еще одна очень интересная вещь произошла. Когда у нас состоялся, состоялись эти два комплекса предметов, воле Божьей, аукционом Д. в Никитском оказался дефектный инземпляр книжки Кругликовой, силуэту русских писателей. Мы решили оформить их и занять силуэтами Кругликовой всю эту стену. И вот тут мы увидели, что произошла вещь совершенно фантастическая. Сейчас вы поймете, какая. Дело в том, что силуэты, соединяющие эти два условных интерьера, точнее, образы интерьера, это своеобразная иллюстрация к Ахматовской поэме «Без героя». Посмотрите на них. Тут все персонажи Ахматовской поэме «Без героя». И по поводу поэм «Без героя». Значит, если вы видели, у входа висит совершенно замечательные картинки. Такой художник Мелик Аганесен, Архадий, я ему просто сказал, неплохо было бы. Никто же еще никогда не иллюстрировал твоего «Без героя». А это что такое? Это кто-то, наверное, нажал что-нибудь. Нажмите, пожалуйста. Ну, о том, как это было. Произошло, на самом деле, чудо. В начале 2000-х годов у отца Михаила Ардова и Алексея Баталова была идея все-таки организовать на Ордынке дом-музей Анны Андреевны Ахматовой. Но, опять же, домом-музей ему вряд ли можно было бы назвать, потому что это дом семьи Ардовых и связан он не только с именем Ахматовой, хотя Ахматово – это главное имя для этого мемориального пространства. Там же и Булгаков, там и Бродский, там и Рейн, и цитара, и цитара. Там и Зощенко, и там Мандельштам. Можно бесконечно продолжать. Вся русская литература 20-го века, пожалуй, перебывала в этом доме и связана с этим домом. К сожалению, из-за организации Ахматовского музея в 2000-е годы ничего не получилось, а у вещей сложилась достаточно тяжелая судьба. Они оказались на хранении у человека, который довел их просто до критического состояния. И вот отец Михаил обратился к основателю аукционного дома в Никитском, Николаю Васильевичу Шутову, с просьбой отреставрировать несколько вещей из Ордынского дома, потому что они просто погибали. Таким образом, к нам пришли пара кресел из гостиной и большой этот знаменитый Николаевский диван, на котором все происходило. Кстати, именно на этом диване, в уголочке сидела она Андрея Ахматова, и поэтому этот портрет немножко сдвинут к тому месту, которое она постоянно занимала. Потом пошла речь о помощи в реставрации одной из главных реликвий музея, маленького стола, который из нового стола эпохи Александра Третьего, который стоял в комнате у Алексея Баталова. И дело в том, что когда Ахматова приезжала на Ордынку, Алексей обычно освобождал детскую, Ахматова там жила и работала в маленькой комнате, в детской, так называемой, Баталово на Ордынке. И отреставрировали этот стол. И вот когда эти вещи уже в отреставрированном виде принесли в эту комнату, нам показалось, что разъять их уже невозможно. Потому что, опять же, волей Божьей организовалось два интерьера, которые создают основной музейный, если можно так выразиться, образ мемориального пространства на Ордынке. Они существуют вместе и вместе с тем отдельно друг от друга. С одной стороны, детская комната Баталова, которую занимала Ахматова, когда приезжала в Москву. А с другой стороны, образ гостиной, в которой собирался весь, если можно так выразиться, ардовский кружок. С 30-х годов до середины 60-х, а то и позже. Потому что со смертью Ахматова это общение, этот литературный кружок, литературно-культурный кружок не прекратил свои деятельности. Можно без конца об этом столе рассказывать. Это на самом деле настоящая, главная Ахматовская реликвия. Потому что за этим столом она древне работала, ну, скажем так, с 30, наверное, с 34-го года, практически по 66-й. Мне даже хочется рассказать главное событие, связанное с этим столом. Ардов летом 41-го года, до войны еще, находился в Доме творчества писателей. Там он встретил Марину Ивановну Цветаеву, которая знала, что Ахматова постоянно приезжает к Ардову. И именно Цветаева, по воспоминаниям отца Михаила, попросила Ардова организовать эту встречу. И вот две королевы, которые только что потеряли мужей, встречаются в маленькой баталовской комнате и о чем-то разговаривают именно за этим столом. Представляете, как они сидят, склонив голову друг к другу? Единство и полная противоположность. За этим столом Ахматова писала свои знаменитые записные книжечки. Вы видели их когда-нибудь, нет? Она записывала воспоминания и дневниковые записи в маленькие книжечки, в четверть листа, которые сама потом сшивала и дарила Нине Альшевской. Именно в этих книжечках впервые появляется обозначение О-Э или О-М. Это воспоминания о Мандельштаме. Именно здесь появляются первые переводы с подстрочниками. Ведь Ахматовы после 1946 года запретили печататься после постановления журнала «Звезда» и «Ленинград». Первый ее сборник после «Ташкентского», вышедшего в 1944, вышел только в 1958 году. Она занималась переводами. И вот переводы с корейского, китайского, из еврейских поэтов, из татарских поэтов делались именно за этим столом. Вот такой его величеством стол. И что очень важно, здесь артовская чернильница, она же не пользовалась механической ручкой. И с этой чернильницей связаны основные Ахматовские тексты, созданные в Москве, включая работу над завершением и реквиема, и поэмы без героя. Кстати, о поэме без героя и реквиеме. Вот машинка из Ордовского дома. Именно на этой машинке отец Михаил и Лидия Корнеевна-Чуковского перепечатывали, а Ахматова не работала на машинке, перепечатывали по Ахматовским рукописям и реквием, и поэму без героя. И так они расходились в люди. Это вот такая еще интересная история о развитии в России не подцензурной, а надцензурной литературы, которая всегда сопровождала большую русскую литературу. Списки Пушкина, списки Лермонтова, перепечатанные реквием и поэмы без героя. Ну, а здесь, что называется, главный интерьер ордынской квартиры, точнее, образ главного интерьера. Дело в том, что этому столу Ахматова даже посвятила стихи. «Из-под пестрой скатерти не видать стола, я стихам не матерью, мачехой была». Имеется в виду именно вот эта пестролядная скатерть, покрывающая большой стол вардовской гостиной, диван и пару кресел. Кто только не сидел за этим столом. Ахматова, Зощенко, здесь Пастернакс читал свои стихи. И сюда же приходили и Бобышев, и Бродский, и Райкин. Кого здесь только не было. Это действительно такой очень концентрированный взгусток истории русской литературы. И хотя действительно, здрасте, и хотя действительно музей очень небольшой, он очень концентрированный, потому что из того количества вещей, которые находятся у нас, можно, пожалуй, создать несколько мемориальных музеев. Надо сказать, что еще две литографии, которые висят на стенах, тоже висели в доме Ардовых. А вот зеркало типологическое, потому что подлинное зеркало в ореховой раме до сих пор находится в доме на Арденке. И вот действительно происходит чудо. Как только здесь собрались эти вещи, как только они сами, произвольно, без всякой нашей помощи, сложились в интерьер, тут же начали появляться другие вещи, связанные с семейством Ардовых. Так пришел французский будильник, который стоял на столе у Баталова. И так появилась совершенно уникальная вещь. Вот портрет матери Анны Андреевны. А сейчас меня надо закрепить охват. А икона, что это за икона? Это икона Казанской Божьей Матери, которая висела в Баталовской комнате. И когда мы принесли ее как типологическую, отец Михаил, это то, что нужно. Потому что практически, это же тоже чудо, практически такая же висела в комнате Баталова. И что еще очень важно, значит, отец Михаил передал нам большую часть, ну, правда, пока только 150 томов из Ардовской библиотеки. Книги, посвященные Ахматовой, книги, которые читала Ахматова, книги, которые брали в руки все, кто был участником этого замечательного золотого ардовского кружка. Когда у нас сложились два интерьера, вдруг к нам принесли книжку Кругликовой, силуэт русских писателей. Мы решили их отдельно оформить, вот они перед вами, и представить здесь на свободной стене. И когда это произошло, во-первых, эти, ну, скажем так, великие тени, потому что это силуэты, связали оба интерьера и стали огромной, я бы сказал, панорамной иллюстрацией к поэме «Без героя». Потому что здесь Эренбург, Гумилев, Блок, Белый, Цветаева, Мандельштам, Кузьмин, Адоевцева, Пастернак, Маяковский и Цитра и Цитра, Брюс. Огромное спасибо. На самом деле, 80-х годов, но это и не так важно. Значит, она сделала вот этот бюст в 24-м году, и она еще сделала ростовую фигуру Анна Андреевна в платке. Вы видели ее когда-нибудь? Нет, скажем. В китайском платке стоит Ахматова, и у нее в ногах роза лежит. Не видели никогда? А какова судьба этого скульптора? Данько? Да. Она главный художник Ленинградского фарфорового завода в течение многих лет. И сама по себе очень известный такой художник русского авангарда. Она сменила на этом посту Николая Суэтина, ближайшего к Малевичу человека. И Суэтин был главным художником в ЛФЗ, но все это было в 20-е годы. Чихонин. Это же лучший период в ЛФЗ. Виктор Ардова. Работы такого скульптора Геннадия Распопова. Он известен тем, что в свое время сделал модель тоже вот странных жизней бывают сближения. Он сделал модель памятника Высоцкому, о котором Высоцкий писал «Мне никогда не стоять на бульваре». Он сделал именно этот скульптурный портрет Ростовой, где Высоцкий обращается к нему, раскинув руки. И именно он был установлен. Но Распопов до этого дня не дожил. Он умер лет за 10 до этого. И это тоже портрет Ардова, но работа того же скульптора Распопова. Какого года издание? То есть это дореволюционное? 902 или 901. Ну, на цирковном флоянском языке. Синодальный. Подлинная. Кабан, пресс-папье, тоже подлинный. И подставка для бумаг из Ардовского дома. И лампа из Ардовского дома. Тут типология, пожалуй, только зеркало и икона. Все остальное подлинное. Я повторяю, мы не собирали этих натюрмортов и этих интерьеров. Они сами так соединились. А когда впервые Вы начали, что-то первое не приобрели, а пришло сюда, в этот дом, когда это все? После реставрации вещи встали именно в этой комнате. И тогда уже стало понятно, что их не разъехать. Они сами соединились в этот интерьер. А инициатива, да, Николая Васильевича Шутова и отца Михаила Ардовна. Потому что люди, которые были основными членами этого Ардовского кружка, они же еще и литописатели. И поэтому так прочно вошел и в сознание, и в литературу это словосочетание серебряного метра. Наверное. Субтитры создавал DimaTorzok